Друзья, регулярно встречаться с цифровой историей можно не только в сети, но и на экскурсиях. На пешеходных и теплоходных лекциях в Санкт-Петербурге я, Игорь Яковлев, расскажу вам немало увлекательных исторических сюжетов прямо на местах событий и с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Актуальное расписание в описании. Добрый день, дорогие друзья, с вами я, Игорь Яковлев, это «Цифровая история», и сегодня у нас вновь в гостях Максим Токарев, и мы продолжаем разговор про сражение при Мидуэй. Я вас приветствую. В прошлый раз мы закончили на плане и с уроку Ямамото. Да. В связи с этим вопрос, а у американцев-то какие планы были? Они что-то знали? Я знаю, что они знали. Да. Расскажите же об этом. Да. Они что-то знали. И это знание было таким же сакральным достоянием товарища Нимеца, командующего Тихоокеанским флотом, адмирал Честер Нимеца, как и планы Ямамото. То есть, в значительной степени подготовка и само это сражение было личной войной Ямамото и Нимеца. А вот давайте пару слов про Честер и Нимеца скажем. Потому, что мы про Ямамото так широко охарактеризовали. Теперь давайте узнаем, что за человек был его противник. Да. Честер Нимец, настоящий американец, но выходец из техасских немцев. По-немецки этот человек говорил так же хорошо, как и по-английски. Вот. Видимо, дед был прямым иммигрантом. И дед был какое-то время немец, был какое-то время моряком торгового флота. А потом, осев в Техасе, даже стал то ли местным шерифом, то ли предводителем местного ополчения. То есть, гены у человека были определенные. Честер Нимец поступил в военно-морскую академию. Причем у него был выбор между военной Вестпойнт и военно-морской Анаполис. Он предпочел последнюю. Окончил военно-морскую академию. Тут надо сказать, что до 1933 года военно-морская, да так же, как и военная академия Соединенных Штатов, не давали дипломов о высшем образовании. И поэтому университетское братье, образованное Америке, всех военных, офицеров своих, скромно называло Trade School Boys, ПТУшники. Ну, потому что формальных дипломов у них не было. Но учили хорошо. Честер Нимец прошел обычную для тогдашнего выпускника военно-морской академии школу надводной службы. Какое-то время поизучал прямо у производителей оборудования дизельные двигатели. Что было тогда принято, да, в общем-то, и сейчас принято в американском флоте. Вот, когда идет инженерная специализация офицера, он учится у производителей оборудования, а не в каком-то специализированном, не только в каком-то специализированном заведении у ЧИПа. Вот. А потом в жизни Нимеца случился эпизод подводной службы, что тогда, служба на подводных лодках, что тогда, в общем, было, ну, сугубо добровольным делом в Америке. И не очень любимым, потому что рост, карьерный рост офицеров подплава, по-моему, до 29-го года был довольно скромным. А в 29-м или в 30-м году их потом стали возвращать на надводные корабли для дальнейшей службы, кто хотел, да. Но Нимец до конца жизни носил вот здесь, над урминскими планками, значок подводника. Вот. И в течение этих 11 лет, которые он провел на подводных лодках, он и командовал подводной лодкой тоже. Вот. Но 10 лет это много. Да. Это довольно много. Он командовал не 11, меньше, но, тем не менее, он довольно много времени провел на подводных лодках. Последняя должность Нимеца в боевом составе флота – это командир тяжелого крейсера «Астория». По-моему, в 1935 году он приступил на этот пост и в 1937-м его покинул. На момент начала войны Честер Нимец возглавлял бюро навигации. Слово «навигация» для всех, видимо, языков мира звучит как нечто связанное с ориентированием на местность. Сухопутно или морско или воздушно. На самом деле бюро навигации военно-морского флота США – это было, ну, грубо говоря, отдел кадров. Управление кадров военно-морского флота. Вот оно так называлось. Управление кадров – это по метковому выражению Иосифа Виссарионовича Сталина «кадры решают все». Эта фраза совершенно справедлива не только для Советского Союза, но и для Америки тоже. Находясь на 7 декабря 1941 года в звании контр-адмирала, возглавляя бюро навигации военно-морского флота США, немец отвечал за расстановку офицеров от младших до высших на командные должности, как оперативные, так и административные военно-морского флота США. После Перл-Харбора, к концу месяца, грубо говоря, к концу декабря 1941 года, политическим руководством США было принято решение, что тот командующий Тихоокеанским флотом, который допустил трагедию Перл-Харбора, Хасбенд Киммель должен быть снят и заменен каким-то другим адмиралом. Ну и вот выбор пал на немец. По всей видимости, этот человек то ли от природы, то ли благодаря своим немецко-техасским корням, то ли в силу особенностей службы на подводных лодках и надводных кораблях, научился разбираться в людях. Очень трудно описать, чем состояло основное его достоинство, но все мемуаристы, которые лично встречались с ним и потом описывали в своих мемуарах этого человека, говорили о том, что Честер немец, обладая совершенно неповторимым цветом глаз, глупым, казалось, смотрел на человека и точно видел, чего этот человек стоит. При всем при этом заступив на должность главкома Тихоокеанского флота, Честер немец абсолютно всех офицеров штаба своего предшественника оставил на своих должностях. Никакой кадровой очистки нет. Вот с этого момента, грубо говоря, с самого начала 1942 года, все игральные карты Тихоокеанской войны, а с американской стороны находились в руках вот этого удивительного человека. Ему было непросто, Емамото было непросто, но и Честеру немецу, который, в общем, вырос и представлял из себя демократию американского разлива, тоже было очень непросто, потому что над ним находился главнокомандующий военно-морским флотом США, адмирал Эрнст Кинг. Человек, о котором одна из его дочерей впоследствии писала, в военно-морском флоте США нет более постоянного офицера, чем мой отец. Он все время раздражен. Кингу не нравилось ничего. Король. Кингу не нравились союзники англичане, он буквально ненавидел, ну, насколько это можно судить, с большой долей пренебрежения и враждебности относился к англичанам. И англичане все не понимают про флот. Да, именно так. Какие там прародители. Кинг был тоже подводником в свое время, это уникальный человек. А потом получил формальный летный тренинг, потому что с конца 1925 года в Америке командовать на флоте американского, командовать авианосцами, гидроавиатандерами, береговыми базами авиационными. И эскадрильями могут только люди с авиационной подготовкой. То есть, либо пилоты, либо авиационные штурманы. И по сей день это так. Вот. И в результате Эрнест Кинг, имея опыт службы на надводных кораблях, на подводных лодках и на авианосцах, он командовал Лексингтоном до войны, большим авианосцем, американским, как раз тот период, когда на нем служил будущий знаменитый фантаст Роберт Хайлайн. Вот. И трудно сказать, то ли постоянное нахождение в плавсоставе и на командных должностях, то ли какие-то другие причины сделали Эрнест Кинга постоянно раздраженного человека, который крайне редко хвалил своих подчиненных, а будь то матрос или адмирал. Вот. И постоянно ходил недостатки в их работе. Вот. По линии взаимодействия, как я уже говорил, с англичанами он тоже не цаскался. То есть, ну, в общем, был очень неприятный для общения человек. Вот. И немецу приходилось воевать не только с Ямамото. Ему приходилось воевать и с Кингом тоже. Потому что Кинг сначала попытался ограничить самостоятельность командующего Тихоокеанским флотом, но когда немец дал ему понять, что, секундочку, это мой участок работы, и здесь я буду принимать решение. Это ему потом, правда, отлилось, уже там, ближе к концу войны. Но, тем не менее, как-то отстоял. То есть, мы видим, как бы, неважно где, везде присутствует такая штука, как turf battle. Да? Подковерная борьба, подковерная возня. И когда говорят о том, что этого полным-полно было и в советском флоте, и в царском флоте. Ну, так это... Не только во флоте. Да. Это в любом флоте так. И отличаются только слова. А процессы те же самые. Когда начинаешь вникать в историю, скажем, Отечественной войны 12-го года. Да. Или даже Великой Отечественной тоже там. Именно так. Чего только не открывается. Да. И вот тут вопрос в источниках информации для немеца. Мы понимаем, что Тихоокеанскую войну вели, в общем, две разные цивилизации. Да? И поэтому рассчитывать на агентурную работу, как в том и в другом случае, ну, серьезно рассчитывать, как это было, скажем так, с этой части, с нашей части континента, да, было нельзя. Поэтому такое значение имела радиоразведка. Вообще, в целом, не только флотская, но вообще на Тихоокеанском театре военных действий радиоразведка имела колоссальное значение. Англичане это понимали давно. И именно англичане начали проявлять еще до войны пристальный интерес к японским военно-морским шифрам. Такие товарищи, как Тилтман и небезызвестный математик Алан Тюрин, о котором кино снимают, да? Вот. Они, в общем-то, начинали колоть вот эти вот японские военно-морские шифры, но тут надо сказать пару слов о том, что это такое. Шифры, да? Потому что, когда мы говорим шифры и думаем о чем-то плавающем, ну, то есть военно-морском, да, мы тут же вспоминаем машинку «Энигма», какие-то колеса там вращаются, кто-то что-то нажимает, какие-то клавиши, да? Безусловно, это все было и у американцев, и у японцев, но в практике оперативного управления японского флота шифрующие аппараты, формально называется шифр машины роторного или дискового типа, не применялись. Это были обычные книги, кодовые книги, в которых формализованные текстовые сочетания фразы, приказания и донесения заменялись на пятизначные цифровые группы. Вот. И для того, чтобы закодировать или раскодировать, для того, чтобы закодировать сообщение, нам нужно было сначала составить этот текст, потом подогнать его под формализованное какое-то донесение, да? И в результате получалось там несколько вот этих пятизначных цифровых групп, которые потом закрывались специальной так называемой цифровой гаммой. Это изготовленные с применением, ну понятно, на тот момент смоделированного генератора случайных чисел, тоже пятизначные цифровые группы, которые накладываются на уже готовый закодированный текст. С помощью простых операций вручную, без всяких калькуляторов, логического сложения, либо логического вычитания, но это то же самое, что обычное сложение, складывая пятерку, шестерку, мы получаем одиннадцать, да? Но если в обычном математическом сложении мы верхний разряд десятку переносим на следующий регистр, то здесь мы про него просто забываем. То есть в результате получается один, и вот таким образом усложненный текст передается уже кодом Морс. Ну на тот момент это основной метод передачи, телеграф кодом Морс. На приемном конце последовательность обратная. Берется точно такая же табличка, как на передающем конце, отнимаются вот эти циферки, получается готовый кодированный текст, и потом по нему уже выстраиваются фразы. Фразы языковые, обычные. То есть приказание донесения приобретает вид определенного текста. Сильно все зависит от навыков самого шифровальщика и дешифровальщика, и потом сильно все зависит от навыков радиста и условий распространения радиоволн, чтобы не было помех. Или они есть, или кто-то ставит эти помехи. Но в общем это не так все просто на самом деле. И когда Тилтман и Тюринг заявили в своих кабинетах в МИ-5 и в МИ-6, что мы читаем японские военно-морские шрифты, это было совсем не то же самое, что мы читаем аннигму немецких подводных лодок. Потому что там буквально читали сообщения. А здесь искали ошибки шифровальщиков. Что происходит, если шифровальщик не усложняет текст, а просто берет вот как он выбрал эти группы, соответствующие словам, и передает их в эфир. Рано или поздно они начинают повторяться. Потому что эта книга кодовая, она есть не только у этого шифровальщика, она у всех. Кто-то допускает такие ошибки, кто-то работает открытым, не усложненным кодовым текстом. В результате время жизни этой кодовой книги ограничено. Потому что статистически накопленное количество повторений, подразумевая, что их слышат, их записывают, их фиксируют, их анализируют. Приводит к тому, что у слушающей, перехватывающей стороны рано или поздно появляется точно такая же книга. Ну пусть там не все сочетания будут, но они уже понимают, что там цифровая группа 623-52, значит допустим вышел из порта Робоул, например. Либо, если вот эти группы усложняющей гаммы, так называемые, повторяются. То есть одной и той же строчкой усложняющей гаммы обрабатываются два разных сообщения. В результате путем нехитрых манипуляций, в любом учебнике по криптологии это наглядно изложено, на пальцах, получается два открытых текста и ни одной гаммы. И в результате как бы нельзя не закрывать этот текст, да, вот этой усложняющей гаммой. И нельзя повторно использовать строчки этой гаммы. То есть вот ты один раз использовал и вычеркиваешь, все. Теперь посмотрим на карту Тихого океана. Наверное, у всех есть карта Тихого океана или глобуса. Увидим сколько там островов. Вспомним сколько было японцев баз и сколько кораблей подчиненности военно-морского флота находилось в море. И представим себе, что на каждой вот из этих кораблей, где есть радиостанция и где есть вот эта кодовая книга, нужно периодически доставлять, пусть не меняя даже кодовую книгу, периодически доставлять сами таблички усложнения гаммы. Потому что их никак не передашь. По радио их передавать нельзя. Потому что если противник читает твой код, он прочитает эту гамму тоже. И будет ее использовать. Читать твои сообщения точно так же, как и ты, как и твой адресат. Их надо развозить. Ну, грубо говоря, этим занимается фельдвигерская почтовая служба. То есть, как бы они ни назывались в разных странах. Но попробуйте доставить это все на острова. Вертолетов нет. Взлетных полос на островах нет. Есть какие-то аэродромы. Попробуйте доставить это на все корабли, находящиеся в море, которым меняют регулярно задания. То есть, он должен был возвращаться в базу и одновременно с заправкой и пополнением боезапаса получить новые кодовые документы. Но его переноцелили решать какую-то другую задачу и все. И в результате кодовых документов у него новых нет. И в результате кончаются таблички гаммы, кончается стойкость самой кодовой книги. И в результате вот этот вот тот военно-морской код оперативного управления, с которым японцы вступили во Вторую мировую войну, который назывался Gen-25. По американской кодировке. Japan Navy, 25-я версия код. Japanese Navy. Вступили они с версии B, второй версии. То есть, сначала было Gen-25A, потом 25B. А вот версию C, ввод в действие, они переносили дважды. Дважды на месяц. Просто не было возможности доставить на все корабли вот эти таблички гаммы. И новые кодовые книги тоже. Потому что у них же тоже ресурс кончается. Что в результате? В результате два месяца работали старыми шифрами. А это значит, что у кого-то заканчивались эти таблички. И он, ну что, оставаться без связи? Нет. И тогда японский радист с разрешения своего командира работал открытым. Не открытым текстом, но открытым шифром. Не усложненным. Либо использовал повторно эти таблички. Что то же самое. И в результате сначала англичане, а потом американцы, с которыми начали активно делиться. Начали какой-то процент этих кодовых книг, этих сообщений читать. Потому что какой-то процент содержания кодовой книги у них уже появился. Не каждое сообщение читалось. Даже не каждое десятое. Но в определенное время этот процент доходил до 15, иногда до 20. Но не все время. 15-20% сообщений, далеко не всех сообщений. Потому что их неимоверное количество. Для того, чтобы их все перехватить и записать, это надо огромным количеством ушей обладать. Ну, то есть людей, которые сидят и только этим и занимаются. Довольно скудные ресурсы на криптологической службе Соединенных Штатов Америки до войны это все не позволяли. То есть что-то они перехватывали с английской помощью, что-то читали. Но вот эта двухмесячная задержка со сменой кода на версию СИМ открыла здоровенную дыру. Ну, как здоровенную. Опять-таки это эмоциональное осуждение. Но дыру для математика-криптоаналитика это была дыра. Очень своеобразные люди этим делом занимались в военно-морском флоте Соединенных Штатов. Например, Джозеф Рачфорд, который возглавлял в Перл-Харборе станцию перехвата и криптоанализа, был человеком очень... Вот он был похож на Алана Тюринга. Видимо, все глубинные математики такие интровертированные, они примерно одинаковые. Когда его пытались заставить служить на кораблях, ну, это же понятно, чем это кончится. Человек или выпадет за борт, или как-то еще. Но вот он нашел свою стезю вот здесь. И это было большим везением, потому что заместитель начальника штаба немеца по разведке, лейтенант-командер в тот момент, Эдвин Лайтон, не будучи формально шифровальщиком, в это дело влез. И вместе с Рачфортом они вот начали, и с помощью других станций перехвата, начали детально интересоваться вот конкретными, совершенно конкретными направлениями, в которых бегали совершенно конкретные сообщения, приказания, распоряжения. Они начали после Перл-Харбора интересоваться радиостанциями, работающими на японских авианосцах. На тот момент было довольно сложно выявить технический почерк радиостанции. Ну, то есть, особенности, видные на осциллографе, на панорамном анализаторе спектора, особенности работы того или иного радиоэлектронного средства. То есть, там всегда есть эти особенности, потому что нет людей с одинаковыми голосами, нет двух одинаковых передатчиков. Но это уже достояние конца XX века. На тот момент фиксировались почерка радистов. Это более значимая такая и более подверженная перехвату и анализу особенность работы. Каждый конкретный человек на телеграфном ключе работает определенным образом. Каждый конкретный человек допускает определенные погрешности и ошибки. Если за этим следить, очень скоро начинаешь узнавать почерк радиста. В сочетании с анализом позывных, которые периодически менялись, это радиопозывные. Это, грубо говоря, имя корреспондента в радиосети. Так вот, установив на какие конкретно комбинации, как правило, это четыре буквы. Ну, чаще всего это четыре буквы. В разных сетях это очень по-разному, в разное время, в разных странах. Но, тем не менее, это, как правило, четыре буквы. Не смысловые. Но, тем не менее, эти четыре буквы какое-то время связаны с определенной радиостанцией, с определенным корреспондентом. Потом они могут поменяться, могут не меняться, но тем не менее. И вот, сочетая все это, радиоперехват и криптоанализ, не только криптоанализ, тут еще очень много, очень большой роль играл радиоперехват непосредственно. То есть, понимание, какая работает радиостанция. Что от этой радиостанции сейчас исходит и кому она предназначена. Даже не расшифровав этот текст полностью, а только какие-то конкретные кусочки мозаики, уже можно получить готовые разведпризнаки. То есть, если работает радиостанция авианосца в первой дивизии, а мы знаем, где они сейчас находятся методом пилингования. И от них идет, или к ним наоборот, довольно сильный информационный поток, закрытый вот этим шифром, в котором есть дырки. То мы можем, ну грубо говоря, 20% информации понять. Корабли не перемещаются мгновенно. Военно-морские операции занимают время. И если накапливается определенный объем вот этих данных, где анализ позывных, анализ нагрузки на эти конкретные радиостанции, анализ нагрузки на те радиосети, в которых работают эти радиостанции, подчерка радистов и криптоанализ. Вот это вот аналогия того, о чем мы говорили в самом начале. Медуэй – это не что-то конкретное, это кучка всего. И вот критическая масса вот этого всего, она в результате и перевешивает. И в результате у немеца вот где-то в начале мая, потому что 5 апреля, как мы знаем, произошло совещание Емемото, там еще одна длинная история, связанная с тем, что в конечном итоге генеральный штаб согласился. Атакуй ты свой Медуэй, хрен с тобой. Вот. Но ты нам за это должен. Емемо сказал, что должен. Ты должен параллельно провести операцию, или не параллельно, как хочешь, провести операцию по захвату части Алиузских островов. Почему? Потому что там нам надо посадить войска какие-то на Алиузских островах и контролировать север Тихого океана. Контролировать, ну, в том числе и за тем, чтобы следить за ленд-лизом. Более пристально. Потому что он там примерно идет на Камчатку. То есть, давай так. На всякий случай. На всякий случай. Это первое. И ты должен выделить часть авианосных сил туда вот, на юг, на Новую Гвинею. Потому что там четвертый флот. Японский адмирал. Если я правильно понимаю, то Голливудские острова это единственная территория Соединенных Штатов, которая реально будет оккупирована. Да. Не вся. Ну, там три острова будет оккупирована. Ну, просто больше ничего не будет. Да, 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 больше ничего. Вот. И выдели, пожалуйста, часть авианосных сил в помощь десантной операции в Порт-Морсбе. Новую Гвинею. Потому что Новую Гвинею надо брать. Это не твои проблемы. Там есть адмиралы Новоевицы, адмиралы Новоевицы, который подчиняется МГШ, команду 4-м флотом. Ну, у него там один маленький авианосица, ему надо помочь. Поэтому два корабля возьми. Вот такая цена тебе за наше согласие атаковать Медуэй. Наше согласие с тобой. Ну, он сказал, хорошо. И 1 мая начал разработку этих операций. В литературе часто встречается мнение, что Алиутская операция, проводимая одновременно с Медуэйской, это, ну, как бы, операция диверсия. Да, операция отвлекающая силы. Но, учитывая тот факт, что они проводились одновременно, ну, чуть-чуть раньше началась Алиутская операция, да. Последнее время появились такие закономерные, ну, как последнее время, лет 15, закономерный вопрос. Хорошо, если это диверсия, а основная операция, это высказано Медуэй, а Алиут, это так. Отвлекающий маневр. Отвлекающий маневр. А американский флот находится в Перл-Харборе. И если они проходят одновременно, или там грубо одновременно, потому что из Перл-Харбора ехать по морю до Медуэя, ну, дня три. До Алиутских островов неделю. Если она там начнется раньше, потом одновременно начнется вот это вот, то американцы в Перл-Харборе окажутся в роли буриданного осла и не пойдут никуда. Ну, потеряют они Медуэй, ну, потеряют они там какие-то Алиутские острова, где все равно никто не живет и ничего не происходит. Они предпочтут сохранить свой флот. Поэтому версия с диверсией не проходит. А вот таким образом становится понятно, что Ямамото согласился провести Алиутскую операцию просто потому, что это была цена за видой. Реквизиты под роликом. Спасибо. Можно вопрос. Смотрите, ведь Алиутская операция, с учетом того, что там, как вы говорите, никто не живет, она же вряд ли должна была проводиться крупными силами. Нет, конечно. И если это отвлекающий маневр. Собственно, про Медуэй тот же самый вопрос. То есть, а почему флот в принципе должен был идти? Почему все авианосцы должны были идти спасать Медуэй, если в принципе он критичный, его потери критического значения не имела для охоты войны? То же самое про Алиутские острова. Почему флота должен был все бросить, авианосный выйти из Перл-Харбора и броситься на спасение Алиутских островов или Медуэя? Вот. Большой вопрос к японскому менталитету. Ну, хорошо. Слово менталитет в последнее время не в чести. Почему? Я пропустил. Говорят, что его нет. Да. А есть какие-то там другие изначальные культуральные установки. Ну, не важно. Но в данном случае вопрос к японскому национальному менталитету. Вот Ямамото считал, что он бы в такой ситуации, поставив себя на место немеца, сделал бы вот так. Других внятных причин или аргументов в пользу вот такого поведения американцев у него не было. Понятно. Вот. И согласившись на это вот все, он начал активно с 1 мая прорабатывать операцию непосредственно Медуэя. А что касается Алиут, ну вот американские авторы Паршел и Тулли, которые в 2005 году выпустили книгу «Сломанный меч», да? Ну, разрушенный меч, шетерцово. Они вот в этом месте своей книги честно предупреждают читателя, что перед описанием расчета сил и средств на Алиутскую операцию, которая была сложнее Медуэйской, читателю лучше себе чего-нибудь налить. Так, прям в книге так и написано. Вот. Потому что Алиутская операция, во-первых, предусматривала кросс-взаимодействие с Медуэйскими силами. То есть, тот, кто освободился от Медуэйской операции, должен был помогать на Людах и наоборот. Во-вторых, обе операции выводили в море 28 японских адмиралов. Ну, то есть, и весь, практически весь обеденный флот, вот все, что было у Японии. А при том, что на Алиутских островах, на трех, ну, заметных на карте островах, должны были высаживаться, по-моему, 1143 пехотенца, армейцев, и 550 морских пехотенцев флотских. Примерно вдвое меньше, чем на Медуэй. На маленький, крохотный, один Медуэй. Но при этом силы флота, обеспечивающие обе этих операции, проводимых одновременно, но никак между собой не связанных на этапе начала, и никак не связанных по целям, самое главное. Потому что никто не ожидал из японцев, что американцы пойдут отстаивать Алиутские острова. Там, безусловно, находилась АТФ-8, оперативное соединение американское, но там не было авианосцев, там самый большой корабль, тяжелый крейсер. Ну и там Дач-Харбор рядом, и вот исключительно из опасений за то, что, возможно, будут какие-то действия в отношении Дач-Харбора, это все-таки база крупная. Возможно, это надо будет как-то защитить. Поэтому логичнее предположить, что Алиутская операция проводилась не как отвлечение американцев от Медуэя, а как параллельная ей операция, преследующая другие цели. Вот вы можете вспомнить в военной истории что-то похожее? Ну, конечно. Сталинградская битва, Иржевское сражение. Они между собой взаимосвязаны именно как операции, проводимые одними и теми же силами, но с разными целями. Ну, в смысле, в каком смысле одними и теми же? Объединенным флотом в данном случае. Ну, объединенный флот – оперативно-стратегическое образование, ну, грубо говоря, это как фронт. Нет. Вот. Как вот наш фронт, да? Или там немецкая группа армий. Ну, вот, вот, нету ничего похожего. Особенно в военно-морских делах. Не, ну, понятно, что из эпохи парусных флотов что-то такое нам обязательно вспомнят в комментариях, да? И наверняка будут правы. Читатель умный, слушатель умный и знающий. Вот. Но вместе с тем в истории Второй мировой я вот ничего подобного вспомнить не могу. Да и первый тоже. Вот. Не говоря уже о русско-японской. Вот. Но американцев мало интересовала Олиутская операция. Потому что на Олиутах, в общем, нечего было спасать. А Медуэй, невзирая на то, что он находился в зоне, ну, скажем так, в пределах тактического радиуса Б-17, бомбардировщика с аэродромов Аперл-Харбора, тем не менее, все-таки был близко. Тем не менее, все-таки предполагал какую-то борьбу с высадкой японской. И тем не менее, предполагал, что в случае его захвата, ну, как бы будут проблемы определенные. Почему? Потому что базирующиеся на Медуэй истребителе, например, морской пехоты США, ну, так как там еще и радар был к тому времени, они, например, часто перехватывали японские разведывательные самолеты, летающие лодки, выполняющие разведку Гавайев. Перехватывались и не сбивали, то отгоняли. И, соответственно, эти разведленные операции срывались. Вот. Ну, и вообще неуютно жить, понимая, что в тысячи с небольшими милями от тебя твой злейший враг. Вот по военным морским меркам, вот примерно так. Это уже близко. Близковато, да. Сейчас так это совсем рядом. А, ну, по нормам... Тогда беспокойно. Беспокойно, да. Вот. И 19-го числа, насколько я помню, мая, да, у Лайтона, который пришел к докладу с немецем, набрался уже довольно большой объем информации по поводу того, что японцы, видимо, чего-то затевают вот здесь, в центральной части Тихого Акета. Ну, дальше известна эта штука с тем, что... Давайте-ка мы передадим с Медуэй открытым текстом, что вышла из строя опреснительная установка на острове. Воды нет, королевая тул. Опресняется морская вода. Надо что-то пить, надо чем-то, как бы... Вода нужна. Передали. Через день или два в командной сети японского флота прошла информация о том, и это сообщение удалось расшифровать, о том, что силы высадки в операции МИ, МИ, Медуэй, должны включать танкер с пресной водой. После этого Лайтон потер руки и сказал немецу, сын адмирал, судя по всему, мы знаем, когда, что и как. Я изложил ему картинку, которая говорила о том, что в начале июня, по всей видимости, состоится атака Атолы Медуэй, по всей видимости, состоится высадка. Вот примерный состав сил. От трех до пяти авианосцев будут участвовать. Видимо, со своим стандартным прикрытием. И, видимо, судя по активности радиостанции Сайпана, войска концентрируются на Сайпане. Это Северные Марианские острова, японские территории. И, видимо, судя по всему, транспортное соединение и соединение высадки будут выходить оттуда. А ориентировочное время начала операции, ну, 3 или 4 июня. Для того, чтобы выдать вот эти несколько предложений, трем станциям перехвата японских сообщений надо было поработать месяц. Но это в значительной степени следствие, как я уже говорил, того обстоятельства, что японцы не дважды срывали ввод в действие новых шифров. В 20-х числах мая они их все-таки ввели. Новые шифры. Из 20-х чисел мая чтение, такое вот относительное чтение японских шифров прекратилось. На какое-то время, пока не будет наработана новая статистика по этим шифрам. Но этого было достаточно. Того, что немец знал на 19-е число, было уже, в общем-то, достаточно. И штаб немец принялся сочинять, во многом доставшийся ему от предшественника, начал сочинять план контр-операции, исходя из того, что японцы ничего о том, что о них знают, не знают. Ну, не знают. Молодец. Так и должен был поступить. Вот. И спланировать операцию – это очень классный процесс, если есть из чего планировать. Ну, то есть, если есть силы, которые можно куда-то включать, куда-то посылать и чего-то бомбить. Сил было мало. Не было в это время совершенно понятно, в это время закончилась битва, ну, месяцем ранее, да? В этом, точнее, в этом же мае закончилась битва в Королловом море, в котором американцы не допустили высадки японцев на южное побережье Новобюнии. Не было, было понятно, чтобы они потеряли авианосец Лексингтон, но не было понятно, что происходит со вторым авианосцем и вообще с оперативным соединением адмирала Флетчера. Потому что по настоянию немеца, ну, по большому счету с этим соглашались все, корабли американского флота, особенно авианосцы, не находясь в боевой ситуации, в практическом боестолкновении, на передачу не работали. Для того, чтобы отправить сообщение, либо взлетал самолет и летел на ближайший береговой аэродром, где была радиостанция, с авианосцем взлетал самолет и вез это сообщение. И с этой радиостанцией кодом передавали это сообщение. Либо это сообщение запечатывалось в конверт и отдавалось командиру эсминца сопровождения. Этот эсминец сопровождения отходил очень далеко от авианосного соединения, сутки шел. И через сутки полтора из какого-то пустынного района Тихого океана он сообщение передал. Наряду со скрытностью, понятно было, что тут совершенно никакая оперативность. Потому что пока это сообщение будет доставлено, пока оно будет передано. И как на него реагировать, и что произошло за то время, которое прошло с момента передачи этого сообщения. Поэтому насколько сильно поврежден авианосец адмирала Флетчера в Йорктаун в Коралловом море, толкового понимания не было. Было ясно, что он поврежден. И без него у немеца осталось только два авианосца. Авианосцы те самые, которые сбегали с самолетами Дулитла на Токио. Энтерпрайз и Хорнет. Вот если мы посмотрим на фотографии этих кораблей, мы увидим, что они совершенно одинаковые. Абсолютно. Три одинаковых авианосца. Ну Хорнет немножко отличался, но внешне почти никак. Я думал провести такой эксперимент, что вот вывесить три, даже две, Йорктаун и Хорнет. Первый и последний корабль этого класса. Их три всего было. Вывесить две фотографии и спросить, вот чем они отличаются. Ну и зрители, видимо, скажут, что ничем. Ну а те, которые знают, что там немножко другой локатор стоял у Хорнета, что у него немножко была по-другому расположена энергетика. Но это не видно на фотографии. А вот, ну, по бортовым номерам бы сказали, что вот они отличаются тем, что это первый и последний корабль серии. А я бы сказал, что без авианосца Йорктаун, флагманского корабля адмирала Флетчера, американцы бы Медуэ не выиграли ни при каких обстоятельствах. А вот без Хорнета было бы лучше обойтись, чтобы его не было совсем. Разница в навыках личного состава и авиагруппы. Просто день и ночь. Просто вот я даже не знаю, насколько вот огромной была разница для сравнения между этими двумя кораблями. И тут мы возвращаемся вновь к Осипу Виссарионовичу. Да. Кадры решают все. Совершенно верно. То есть, я так понимаю, что если бы на Нью-Йорктауне было чуть-чуть похуже, то, в принципе, Медуэ мог бы быть не выигран. На нем, в конце концов, и случилось что-то такое, что напрямую связано с подготовкой личного состава. И только поэтому он погиб. А не потому, что японцы такие вот молодцы. Японцы молодцы. Они прекрасно провели обе атаки на этот корабль. Но погиб он именно потому, что в определенном месте не хватило навыков и инициативы личного состава. А Хорнет по тем же самым причинам. Но этому кораблю очень не повезло, на самом деле. Единственное знаковое пятно, ну, как бы, знаковое событие в жизни этого корабля, это вот Рейд Дулит. А все остальное, к сожалению, довольно печально. Вот. А вот Хорнета лучше бы не было совсем. Потому что тогда бы не было возможно... С теми же результатами были бы меньше потери. Но результаты были бы те же. Вот. Вот, собственно, и все, что имел на руках немец. Три вот этих авиальностей. Восемь крейсеров на два соединения. И полтора десятка эсминцев. Ну, если это легко обнаружить наряд этих сил, да, на любом интернет-ресурсе, как-то посвященном Википедии, это все есть. Вот. Поэтому важно не непосредственно сколько чего, а какое оно было, на самом деле. Йорктаун встретил начало Второй мировой войны в Атлантике. Занимаясь патрулем нейтралитета. И был переведен вместе с Адмиралом Флетчером на Тихий океан уже позже. Энтерпрайз, наоборот, второй авианосец этого класса, находился все время в Перл-Харборе. Но по счастливой случайности отсутствовал там 7 декабря. Доставляя истребители на УИК. Истребители морской пехоты сами прилететь в такое расстояние от Перл-Харбора до УИКа не могут. Поэтому их возили на вернуство. А вот Хорнетт, он только заканчивал подготовку, вообще первичную подготовку. Новый корабль, новый экипаж. Вот. И по большому счету еще ничего не умел. Вот. И вот эти три корабля одного класса. Больше ни до них, ни после них этот класс никогда не возрождался. То есть с его учетом были построены новые Эссексы, которые начали вступать в строй в 43-м году. Но по большому счету вот эти три корабля, иногда там с участием более старых Лексингтона и Саратоги. Но Медуэй выиграли только они. Потому что только они в нем и участвовали с американской стороны. Проект авианосца технически, ну так себе. Лексингтон и Саратога более старые, но перестроены из линейных крейсеров. Они были, во-первых, больше, во-вторых, более скоростные. Вот. А самое главное, на них уже была отработана тактика применения полонных авиагр. На вот этих кораблях трех проекта «Юрктаун» были определенные изменения в тактике. Но так как они начали вступать в строй в 36-м году, ну первый, «Юрктаун», то по большому счету как-то выработать что-то свое времени у них не хватило до начала войны. Учитывая тот факт, что вот примерно уже когда заканчивался первый год войны в Европе, начала обновляться техника палубная, ну самолеты. Начали поступать новые самолеты. Их надо было сначала пробовать понять, что это такое. Вот. А только потом начинать выстраивать какие-то тактические схемы. По сравнению с береговой авиацией, с обычной военно-воздушной техникой, у палубной авиации есть абсолютно неочевидные, но крайне критичные особенности. Может быть, вы помните старую детскую загадку? Сколько действий нужно сделать, чтобы положить в ящик зайцев? Ну, зайцы, например. Не помню. Не помню вообще. Открыть ящик, положить зайцев, закрыть ящик. Следующий вопрос. Сколько действий нужно сделать, чтобы положить в ящик белку? Ну, как бы тоже три. Но не три. Потому что сначала надо открыть ящик, достать зайца, положить белку, а потом закрыть ящик. Четыре. Вот по этому принципу до сих пор строится работа авиации на авианосцах. Тогда было совсем плохо, потому что не было угловых палуб, паровых катапульт и так далее. Ну, то есть, скажем так, надо было решать вопросы. Вот садится к тебе эскадрилья на борт. Вот ее самолет сел, сразу его убирать в ангар? Или пускай он постоит на носу, подождет другого? А вот вся эскадрилья, когда сядет, вот тогда мы начнем с лифтами, самолета-подъемниками это все убирать в ангар. Возникает вопрос. Предпоследний самолет, садящийся, перелетел через финишеры, не зацепился за эти трусы и рухнул прямо в эту толпу. И вся эскадрилья потеряна. Но так быстрее. Да, есть риск, но так быстрее. А если по одному опускать, вся эскадрилья будет садиться час. Ну, зачем? Лучше рискнуть. Вот как поступать? Первый вопрос. Второй вопрос. Что делать, если один из самолетоподъемников, лифтов, а их вот на два или три, как правило, бывало на этих кораблях в те времена. Один вот вышел из строя, а самолеты в ангаре расставлены определенным образом. Не как попало, а тяжелые, допустим, находятся сзади. Торпедоносцы, да? Которые там много топлива, там большой нагрузку. Пикирующие бомбардировщики в центре, истребители в носу. Потому что истребитель легкий, он может быстро взлететь, если его поднять просто носовым лифтом и отправить сразу вот отсюда. Вот, как правильно поступать? А может быть, сделаем тогда две палубы лучше? И пускай истребители взлетают с отдельной палубы, ну, вот как бы, этажерка такая, да? Попытались, но они же бьются крыльями при взлете. Корабль-то качается. Большой вопрос. Следующий вопрос. Бронировать полетную палубу или нет? Англичане в свое время приняли решение в Сарковом году. Чуть раньше. Да. Давайте забронируем, мало ли, саму полетную палубу. А американцы сказали, не-не-не, бронировать будем сам ангар. Дно, да? Ангарную палубу. А полетную ставим просто деревянной, ну, там металлическая обшипка и дерево лежит. Пусть бомбы свободно ее протыкают и взрываются на ангарной палубе, ничего страшного. Мы заглушим топливопроводы, в сами топливные шланги закачаем СО2, пожаров не будет. А сила взрыва бомбы уйдет через дырки, вот в настройке в самой. Да, будут какие-то повреждения, но полетную палубу мы это быстренько зашьем. Просто накинем сверху лист фанеры, еще лист фанеры, еще лист фанеры, и все, и самолет будет летать. А если вы получите бомбу в бронированную полетную палубу, и она ее пробьет, вот здесь вылетать уже не сможете. Потому что дырку эту надо будет заделывать месяц, где-нибудь на версии. Так и получилось. С англичанами, потом с авианосцами типа Ластрис, Средиземное море, в начале 41-го года. Много вопросов, колоссальное количество вопросов. А японцы однажды подумали и сказали, а давайте-ка мы соберем все свои авианосцы, большие по крайней мере, в одну соединение. И тогда мы сможем, вот достали все ударные самолеты на всех шести авианосцах. Ну, где-то пикирующие бомбардировщики, а где-то торпедоносцы, все, три класса. И чтобы побыстрее, с двух кораблей, одна дивизия, два корабля, отправим пикировщики, с двух кораблей другой дивизии, торпедоносцы. Ну, истребители там, как получится, сопровождение или там боевого воздушного патруля. Прекрасно, быстро. Плюс ко всему, когда взлетает вся эскадрилья, люди слетаны, знают друг друга, один командир, все прекрасно. Но ведь когда они вернутся обратно, эти самолеты, все четыре палубы будут заняты. Потому что их всех надо будет посадить. А если в этот момент прилетят враги, что делать? Тогда давайте не будем так делать. Давайте оставим один дежурный авианосец, который будет заниматься всей этой фигней. И два там, или сколько там ударных. Вот они будут встать, наносить удар. А этот дежурный будет, в случае чего и самолеты принимать, и истребители поднимать и так далее. Вот разделим эти обязанности. Вот японцы подумали и отказались. Нет, лучше мы будем наносить удары. А кто против нас? Ну кто против нас? Ну мы же круче всех. Американцы подумали и согласились. Нет, давайте разделим. Один будет дежурным, а два там, или три других ударным. Вот потом поменяются, там через сутки или через неделю. Японцы сказали, ну коль скоро мы приняли решение вот это все объединять в огромную ударную волну, которая моментально может взлететь со всех шести палуб. Давайте эти шесть палуб рядом и поставим, условно говоря, в море. Ну не так, чтобы рядом, но вот чтобы они вместе, в одном ордере. Походный ордер это порядок, которым корабли следуют ряд, ну вместе. Ну я думаю, зрители знают значение слова. Пусть он будет широкий, чтобы корабли имели возможность уклоняться от бомб, от торпед, каждый по-своему. Но все равно это должно быть вместе, под едином управлением. Истребители, которые будут летать вместе, ну там посмотрим, там разберемся. Да, кого они будут защищать. Американцы, и Кинг, в первую очередь, который командовал Лексико, он сказал, не, 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 не. Каждый авианосец идет в своем ордере, в своем охранении. И дистанция между ними, ну если, допустим, их два, да, она все равно должна быть такой, чтобы из-за горизонта второго не было видно. Потому что если найдут один, грохнут только его, а второй не найдут. А японцы сказали, соберем все вместе. Зато какая ударная сила, какая ударная мощь. Что-то Перхарбор вот таким образом вынесли, и что? Все прекрасно. Атаковали северное побережье Австралии, все прекрасно. Сходили в Аннийский океан, все прекрасно. Ну кто же нам возразит-то здесь в Тихом океане? Вот. И вот так примерно, ну так вот на пальцах, да? Так это и было устроено дальше, доктринально. И как свойственно вообще любым человеческим построениям, достоинства в определенный момент обращаются в недостатки. И наоборот. Но думают люди все равно по-своему. Вот как мы говорили, что Ямамото думал, что вот американцы будут действовать так, потому что он бы сам стал бы действовать вот именно так. Вот и немец поступил примерно так же. Всем свойственно ошибаться. Он бы почему-то подумал, что вот эти три или пять авианосцев, которые идут к Медуэю и японских, они будут работать в двух разных оперативных соединениях. Первое будет обеспечивать саму высадку. Ну то есть гвоздить Медуэю. Там выносить взлетно-посадочные полосы, сбивать самолеты, бомбить пушки. Готовиться к высадке десантов. Это одно. Ну там, допустим, будет два корабля. А второе, находясь в некоторой дистанции, там будет два или три корабля, он точно не знает. Вот оно будет первое охранять. От всего. От всех посягательств американцев. Авианосных, подводных, надводных, любых. То есть такое будет соединение прикрытия. И тогда это логично. Потому что сам бы немец сделал именно так. Более того, он так и сделал. Когда 28 мая в Перл-Харбор в состоянии полного радиомолчания вернулся Юрктаун, оказалось, что этот авианосец можно отремонтировать за три дня. И он вместе с теми двумя Энтерпризом и Хорнетом может идти в море. Но не под единым командованием. А Флетчер останется командовать только Юрктауном. А вот что касается командира двух других общих. Это F-16, так называемого. Task Force. Оперативное соединение номер 16. Сначала войны им командовал небезызвестный Уильям Хелси. Человек, который носил кличку Бык. Человек, которому заслугу можно поставить начальные хит-эндраны. Вот эти вот набеги на внешние острова оборонительного периода, периметра японского. И последующие дела уже ближе туда, к 45-му году, когда Хелси и Спрюенс меняли друг друга в качестве командующего оперативных соединений 38 или 58. Это 3-й или 5-й флот. Это целиком вот эта вся армада американская, которая очистила этих океанов японцев уже окончательно. То есть, искали везде и мочили, в том числе и в сортирах. И противопоставить им японцы уже не могли ничего. Хелси был очень странным человеком. Но, по меткому выражению одного из историков, по-моему, Томаса Бьюэлла, который написал биографию Спрюенса, биографию Кинга, если немец был адмиральским адмиралом, то есть, несколько рафинированным, он разбирался в людях прекрасно, но он редко повышал голос, то Хелси был адмиралом матросским. То есть, его легко было спутать со старым, скажем так, чифом. Один такой Рокоссовский, а другой Жуков. Да, да, примерно так. Вот. Хелси, ну, уделял, конечно, какое-то внимание планированию и боевой подготовке. Но, в основном, если получалась ситуация, в которой нужен экспромт, он всегда шел на экспромт, даже если он не был подготовлен. И Хелси, безусловно, как человек, прошедший первые, ну, скажем так, полгода Тихоокеанской войны, команду авианосцами Тихоокеанского флота, был, ну, в общем-то, идеальным выбором для вот этой вот операции против японцев. Потому что эта операция мыслилась как фланговая засада. Чуть-чуть северо-восточнее самого Медвея, примерно зная курсы подходящих японцев, вот в этом месте, которое они назвали Point Luck. Кстати, американские силы собрались в этом Point Luck, как раз, вот где-то мне встречалось сравнение, что именно в тот час, когда Молотов сел в Вашингтоне на поезд с портфелем документов по второму соглашению Ленд-Лиза. То есть, вот как-то вот так вот забавно совпадают эти моменты. Вот, и вот в этом пункте удачи они должны были ждать, когда японцы проявятся, появятся и нанести сокрушительный фланговый удар. То есть, по большому счету, это была вот такая вот засада на ничего не подозревающего противника. И Хелси для командования этой задачи подходил, видимо, лучше всего. Но вскрылась проблема. Оказывается, последний месяц вот эти вот операции, начиная с рейда Дулитла, Хелси почти не выходил из своей каюты, потому что у него разыгрался жуткий дерматит. И солнечный свет его убивал, как вампир. Немецу достаточно было просто посмотреть на его лицо, на щеки, и отправить его в госпиталь, тут же, невзирая на все возражения. И командующий Тихоокеанским флотом оказался без авианосного адмирала. Авианосные адмиралы, безусловно, были Патрик Беллинджер и Лейк Нойс. Один командовал 2-й дивизией авианосцев, а второй всей береговой авиацией флота Тихоокеана. Но ни у одного из них не было боевого опыта. Они не воевали с японцами еще на данный момент. Были более молодые, уже назначенные, уже с присвоенными званиями. Марк Митчер, это бывший командир Хорнета, он, кстати, и остался на борту этого авианосца, но не стал переодеваться в адмирала. А проиграл, ну, в смысле, прошел через это сражение, уже будучи адмиралом, но все еще на себя на шивке капитана первого ранга, командира корабля. И Фредерик Шерман, это командир потерянного в Королловом море Лексингтона, но он был далеко. И не было понятно, то есть, успеет ли он, как бы, приводить в Перл-Харбор. Вот. И получилось, что два исправных авианосца Тихоокеанского флота, Enterprise и Hornet, просто некому было вести в Медуэйское сражение, кроме абсолютно не связанного с авиацией человека, который до этого ни разу не ступал на борт авианосца, по имени Реймонд Спрюенс. Который всю жизнь провел на крейсерах и линкорах. И единственное его участие в авианосных этих набегах состояло в том, что он командовал крейсерами охранения ТФ-16. Но не имел решительно никакого представления о том, что такое авиация. Но именно его пришлось назначить командующим оперативного соединения номер 16, потому что это был единственный адмирал, который с начала войны все время бегал с этими авианосцами, хотя и находился на крейсерах. Тут надо сказать, что Флетчер, командующий 17-м оперативным соединением, которое с половинчатым результатом провело месяц назад, вот до Медуэя, бой в Короллавом море. Тоже не был авиатор. Но фигура Фрэнка Флетчера, видимо, заслуживает еще одной экранизации Медуэя. Позже поговорим, почему. Об этом человеке никто ничего толком сказать не может. Такой же, как все. Ничем не выдающийся, ничем не примечательный. Нет его биографии, вернее, есть книга о нем, написанная лет 10 назад Джоном Ланстромом, историком американским, который называется Black Shoe Carrier Admiral. Это такая американская игра слов. Black Shoe – это черный сапог, черный ботинок. Это форменная обувь офицеров надводного флота. Ну, и подводного. Ну, это, в общем, не авиаторов. Авиаторы американские, морские летчики, с Первой мировой войны носили коричневые. Ну, как бы сапоги, просто позаимствовав их у кавалеристов американской армии. Высокие сапоги. Свой среди чужих. Как бы да. Ну, они оправдывали это тем, что на первых аэропланах, в открытых всем ветрам, летать вот в этой высокой кавалеристской обуви, коричневого цвета было удобно. Но вот так оно и закрепилось. То есть, brown shoes – значит, летчик. Если black shoes – значит, просто моряк. Но вот Флетчер был человеком, который больше всего напоминал вот полицейского детектива по имени Коломбо. Он всегда задавал нужный вопрос. И почему-то всегда рядом оказывался человек, который знал нужный ответ. Может быть, он умел выбирать таких людей. Может быть, просто так повезло. Но голос он обычно не повышал. И чем запомнился Фрэнк Джек Флетчер во всей этой истории, тогда тем, что он задавал больше вопросов, чем остальные. Хотя вообще-то адмиралу задавать вопросы не положено. Ему надо командовать. Ну, вот Флетчер был вот такой. При этом для него как бы он удерживал дистанцию, но он общался с людьми, в общем, на равных. Он мог с матросом-шифровальщиком разговаривать точно так же, как с командиром авиальности. Просто интересовался. А вот что у тебя происходит? Вот расскажи. А почему у тебя вот здесь вот написано в донесении вот так? Больше ничем, в общем-то, ну, кроме несколько повышенной склонности к виске, к бурбуну, точнее. Это не очень хорошо, конечно. Это не очень хорошо, но учитывая тот факт, что он, в общем, все время находился в море со своим Юрктауном любимым. Ну, сначала там этот корабль стал его флагманом, по-моему, в феврале месяца 42-го года. Вот. Ну, в истории Второй мировой войны на Тихом океане были люди, которые пили гораздо больше. Допустим, Ричмонд Келли Тернер, будущий амфибийный командир. Вот все эти знаменитые высадки на острова, начиная с Годелканала. Вот этот человек, по-моему, начинал и заканчивал день как бы с бутылочки. Но, тем не менее, все хорошо. Это не значит, что это все хорошо, но вот такие были нравы в то время. Вот. И немец поставил Флетчера общим командиром над этими двумя соединениями. То есть, Флетчер командовал ТФ-17 и одновременно командовал всеми американскими силами. Хотя он находился в звании контр-адмирала. Первый адмиральский член. Спрюенс тоже был контр-адмиралом, но он подчинялся Флетчеру теперь уже не только в оперативной структуре, но и в административной тоже. Потому что административная должность Флетчера была командующей крейсерскими силами Тихоокеанского флота, а Спрюенс командовал 5-й эскадрой крейсеров. То есть, формально, находясь в одном и том же звании, ну, как бы сохранялась эта вертикаль подчинения. Флетчер и Спрюенс плохо знали друг друга. Они никогда вместе не служили. Флетчер был чуть-чуть старше. Читая биографию Реймонда Спрюенса, я никак не мог отделаться от ощущения, что эта книга о не совсем психически здоровом человеке. Ну, это не значит, что там было что-то страшное. Это вот бывают люди на уровне, вот на грани аутизма. Иногда это хорошо. Для шахматного игрока, например, это очень хорошо. Для шахматиста, да? Для карточного игрока это хорошо. Спрюенс был человеком очень необщительным. Он очень часто говорил, что от меня подозревают в том, что я что-то там думаю себе. И в сложной головоломке какой-то тактической или оперативной я уже разобрался и просто жду подходящего момента для того, чтобы вставить свои пять копеек. А на самом деле ничего похожего не происходит. У меня абсолютно пустой мозг. И я просто жду, когда мои подчиненные сделают свое дело хорошо. Он никогда не курил и крайне мало пил. То есть была, видимо, алкогольная непереносимость организма. То есть и в общем-то среди американских адмиралов Спрюенс выделялся именно вот этим. Он был молчалив. Он не имел вредных привычек практически. И большую часть своей жизни он провел на борту крейсеров и линкоров. Я так понимаю, перед началом операции такая немного белая ворона. Абсолютно белая ворона. И одновременно темная лошадка. От которой непонятно чего ждать. Совершенно верно. И когда этот человек появился на флагманском мостике Энтерпрайза авианосца, до этого ни разу в жизни не ступив на борт авианосца, авиаторы, которым было свойственно поведение, был у Черчилля личный врач, лорд Моррин. Он написал книгу, которая называется «Анатомия мужества». Он сам в Первой мировой войне участвовал в сражениях во Франции в качестве полкового врача. А потом уже он остался в истории как личный врач Черчилля, который спасал Черчилля много раз уже после войны. Проблем, которые могли бы Уинстона похоронить гораздо раньше. Но вот эта книга «Анатомия мужества», она не переведена на русский язык до сих пор, я не знаю почему. Но вот эта книга, там есть такая фраза о том, что «По моему мнению», писал Уорд Моррин, «Летчики Второй мировой произошли от кавалеристов Первой». Та же форма, отличающаяся от всех остальных. Те же повышенные зарплаты, тоже наплевательское отношение к правилам и уставным требованиям. То есть очень похоже. Если говорить об американском флоте, по крайней мере, палубной составляющей американского флота, это справедливо абсолютно. Потому что, как мы потом увидим, единственный уцелевший из торпедной эскадрильи номер 8 совернулся Хорнет-Инсайн, младший лейтенант Джордж Гей. Когда его спасли, в конце концов, это единственный человек, действительно, который из 15 экипажей уцелел. Но у него были трусы и ковбойские сапоги. Ну то есть в вылет он пошел в ковбойские сапоги. Хорошо, что хоть ковбойской шляпы не было. Это довершило бы картину. Ну то есть, вы представляете, да? То есть не командир эскадрильи, не с торпом, а в общем-то рядовой пилот в боевой вылет идет в ковбойских сапогах. Это нормально. Вот это дух американской палубной авиации того времени. И вот столкнувшись со спрюенсом, таким неразговорчивым надводником с линкоров и крейсеров, очень многие на энтерпрайзе упали духом. Сказали, делов не будет. Не орел. Да, что-то не то. Это вот Хелси тут был. Хелси он как бы возраст. Бык. Да, бык. Вот еще один момент, давайте остановимся. Юрктаун, да? Это единственный авианосец американский, который погиб в этом сражении. Это не просто единственный авианосец, который погиб в этом сражении, это единственный авианосец, по которому вообще наносили удар. Два других остались, ну как бы, без царапин. Вот. Тоже о личном составе, да? За месяц до этого сражения в Коралловом море в этот корабль попала одна японская бомба прямо в палубу. И вторая разрывалась рядом с левым бортом, так называемый Нермис, близкий разрыв. Вот эта бомба, которая попала в корабль, к сожалению, уничтожила аварийную партию машинного отделения. То есть, на кораблях этого проекта было пять аварийных партий, разделенных по корпусу корабля, да? То есть, в носовой части, потом чуть дальше от носовой части, в серединной части, это те, которые занимались ремонтом повреждений в районе машинных и котельных отделений. И дальше в корму. И одна аварийная партия, которая занималась устранением повреждений, связанных с авиационным топливом, что по всему кораблю, где попало. Где загорелось, там не обязательно что-то прилетело, просто само по себе загорелось, вот там определенную специализацию иметь, пожарную. Так вот, вот эта аварийная партия, которая должна была ремонтировать повреждения корабля в котельных и машинных отделениях, в Коралловом море почти полностью погибла. Потому что бомба попала именно в то помещение, в котором они находились по состоянию боевой готовности. Там, по-моему, из 52 погибло 44 человека. В том числе офицеров, возглавляющих партию. И вместо нее подготовили другую партию, надергав людей из других боевых частей. Часто неподготовленных, да и времени-то не было их готовить. Ну, просто вот формально надо было восстановить партию аварийную, ее восстановить. А та бомба, которая упала рядом с левым бортом, на протяжении между, по-моему, вот я сейчас боюсь соврать конкретно, но от 70-го до 110-го шпангоута, это знающая теорию корабля, поймут о чем речь, была разрушена, во-первых, лопнула по клепаному шву обшивка надводного борта, и были разрушены некоторые сами шпангоуты, вот те механические конструкции, которые обеспечивают прочность корпуса. Когда Юрктаун с этими повреждениями пришел в Перл-Харбор, а верфь в самом Перл-Харборе, военно-морская верфь, принадлежащая государству и флоту, была далеко еще не в том состоянии, которое бы позволяло производить любые ремонты. И связано это не с тем, что там не было доков, доки были, связано это с тем, что там не было необходимых материалов на все проекты кораблей, которые могут здесь ремонтироваться. Проекты, типы, размеры и так далее. Вот. Нимец, ну, он понимал, он поставил задачу восстановить корабль за три дня. За 72 часа. Справились быстрее и выходили в море, в том числе с работающими, еще и рабочими с верфи, потом их сняли. Обратно отвезли. Но на верфи не было таких заклепок. И поэтому те заклепки, которые остались в борту, их просто вставили на место и обварили. Обычной сваркой. А там, где заклепок не было, просто положили слой железа и приварили. Потом это приведет к очень печальным последствиям. То есть, когда люди говорят и пишут о том, что Йорктаун полностью восстановили за трехдневный ремонт в Перл-Харборе перед выходом на Медуэйскую операцию, это не так. Корабль не восстановили толком. Но самое печальное, это даже не лопнувшая обшивка и не погибшие люди, хотя это само по себе печально. Самое печальное, что три котельных отделения правого борта не работали. На этом корабле было 9 котельных отделений, которые в виде кубика Рубика, если смотреть так вот сверху, они находились перед двумя машинами. В эти 9 котельных отделений вырабатывали пар для носового, кормового машинных отделений, для трубин. Так вот, три котельных отделения правого борта пар выдавать не могли. Котлы не разжигались, потому что эта же самая бомба, которая убила людей, эти 44 человека, были разрушены газоотводы котельного отделения. И заварить их и восстановить полностью за вот эти три дня на верфи в Перл-Харборе возможно не представлялось. То есть, верфь была та еще, ну скажем так, деревня. Да? На тот момент. То есть, они там поднимали утонувшие линкоры, они там чего-то ремонтировали, но по большому счету, вот только в 40-м году, начав по большому счету, строить там нормальную флотскую базу, да? Вот получается, что к лету 42-го, ну понятно, война и все такое, но не так быстро все это делается. И в результате Йорктаун не мог дать полный ход. А полный ход авианосцу нужен вот почему вообще. Вот эта эра авианосцев, которая началась между войнами, да? Она, в общем-то, здорово развернула моряков, которые на них воевали, в сторону паруса. Ну, как бы не буквально, хотя были и такие случаи на войне, да? Когда на авианосцев приходилось ставить парус, но это позже, в 44-м году, как-нибудь потом. Вот. Дело в том, что авианосец гораздо сильнее связан с ветром, чем любой другой боевой корабль. Самолеты с авианосца взлетают только при наличии достаточного потока ветра над полубой, для того, чтобы получить подъемную силу под свои крылья, да? Для того, чтобы поднимать самолеты в штилевые погоды авианосец типа Юрктаун, типовые самолеты, которые находились на вооружении, должен был идти скоростью не менее 28 минут. Прогноз погоды с 3 по 7 июня в районе Атолова-Медуэй предвещал только штилевые ветра. 2 метра в секунду. Это формально означало, что авианосцам придется ходить полными ходами часто, поднимая и принимая самолеты. Потому что когда самолет садится, то же самое. Авианосец разворачивается в ветер, идет ветер, самолеты садятся. При этом курс в ветер может уводить корабль на самом деле от своей цели, а может быть и направлен прямо на встречу противника. Вот это особенности авианосца. Вот здесь ветер имеет значение. Для всех остальных он уже давно не имеет значения, а здесь имеет значение. Вот. Так вот, сам Юрктаун 28 узлов дать не мог из-за того, что не работали котлы. 27 с копейками. Вот. И безусловно, это ставило перед самим летным составом как бы дополнительные проблемы. Либо не доливать топливо, либо вешать торпеды одного веса, но бомбы могут быть разные. Либо вешать легкие бомбы, только легкие. Либо как-то еще облегчать самолет, что-то из них выбрасывать. То есть, ну вот у палубной авиации вот масса таких особенностей, к сожалению. Ну и по сей день так, но тогда это было совсем. Вот. 30 числа японцы находились примерно на полпути. Ну, давайте немножко о том, как японцы выходили. Там выходили все вместе, выходили из разных баз и выходили по двум операциям. первоначальный план Ямамото включал шесть авианосцев вот этого авианосного своего соединения. Те же самые шесть авианосцев, которые вынесли Перлхаку. Потом, в связи с тем, что два корабля пришлось отвлечь на операции в Южных морях, отдали самые неопытные, недавно вступившие в строй, так называемые журавли, как у нас их называют, Секаку и Дзюикаку, два самых новых и самых больших японских авианосцев, самых современных, но с плохо подготовленными на тот момент авиагруппами. И поэтому, для того, чтобы они набрались опыта, съездите на Юг, там есть для вас работа. А потом оказалось, что работы больше, чем они планировали, а потом еще оказалось, что было сражение в Коралловом море. И один из этих кораблей, флагман, получил бомбовые повреждения, которые надо ремонтировать. А на втором убыль в летном составе была такой большой, что, в общем, он тоже не мог. Он был сам совершенно исправен, но убыль именно в самолетах и летном составе была такой большой, что мы решили его не привлекать. Потому что, пока мы восстановим экипажи, пока они слетаются и так далее, Паршел и Тулли, вот эти два, ну, скажем так, знатока этой проблемы. Считаю, что японцы должны были рискнуть. И как минимум джуйкаку, вот не пострадавший корабль, как можно больше туда всего насылать и отправить в сражение, но это опять-таки после знания, оценка после знания. В любом случае, первая и вторая дивизия, четыре корабля, давно вступившие, относительно давно вступившие в строй, команды, авиагруппы которых были прекрасно слетаны, вот, ему, точнее, его начальник оперативного отдела, его штаба, решил, что они в общем справятся. И не шесть кораблей будут участвовать, а четыре. Вот, это только самое начало. Вот эти четыре авианосца, там еще было два быстроходных крейсера линейных, называли быстроходными линкорами, два просто тяжелых крейсера, легкий крейсер с кучкой эсминцев, ну, в общем, все как обычно. То есть, тут есть одна особенность, японцы с середины, с начала 30-х годов не держали на своих авианосцах разведчики, самолеты-разведчики. Во-первых, потому что считали, что чем больше ударных самолетов, тем лучше, там часть ударных самолетов могла выполнять разведывательные функции, но это было не основным. А все разведчики, ну, большая часть разведчиков, самая главная тренировка, тренированные экипажи, подготовленные экипажи летали на гидросамолетах с крейсеров. И вот эти крейсера сопровождали авианосное соединение и обеспечивали ровер. Это было общим местом для японцев. Вот. В чем-то, плюс, в чем-то минус, опять-таки, как, с какой стороны подходить. Вот. То есть, вот это вот ударное соединение должно было начать гвоздить Медуэй за три дня до начала высадки. За два дня до начала высадки надо было захватить отдельно в 60 милях находящуюся от Медуэя скалу и организовать там базу гидроавиации, чтобы поддерживать усилие авианосства. Ну, и вот... На этой скале находился какой-то карнизон, или после захватить это просто занять. Это просто скала, да. Это просто подойти гидроавиатранспорт и сбросить самолеты на воду, высадить кого-то на берег, привязать эти самолеты, может быть, там разместить какие-то топливные ресурсы. Ну, занять. Это абсолютно безлюдная земля, никому не нужна, кроме птиц. Вот. И в день N, так называемый, в день высадки, должно было подойти соединение высадки, 12 транспортов, ну, со своим эскортом. Примерно половина, ну, скажем так, 1500 человек планировалось высаживаться на один остров где аэродром и тысячи, наоборот, тысячи человек на остров где аэродром и 1500 на остров где укрепление. Ну, соответственно, где аэродром это восточный, где укрепление это песчаный. И очень забавно высаживать должны были японцы свои силы. Это ближе, да, это вот какие-то пехотные операции, около пехотные, ну, там половина, вот это 1500 это морская пехота, а 1000 армейцы. Армейцы шли на своих транспортах. У японской армии были свои транспортные суда, они не пользовались услугами флота в этом случае. транспортные суда со своими армейскими командирами. Вот практика. Вот, они все выходили с Сайпана, но на Сайпан они приходили в составе разных конвоев, и, соответственно, как бы, как моряки планировали взаимодействовать при этой высадке с армейцами, очень сложно, на самом деле, на транспортах находились дейхатсу, так называемые, десантные баржи. Это чем-то похоже вот на то, что мы видели, все мы видели в фильме спасения рядового Райана в самом начале. Там показан катер LCI американский, или LCVP, я уже сейчас точно не помню, но это вот что-то, такая вот плоскодольная лоханка, с откидывающейся аппарелью. Вот японская баржа была примерно такой же, а десантная вместимость у нее была от 70 до 100 человек. Ну, японцы люди маленькие, то есть, вообще она рассчитана была на 70 человек, но могла принимать до 100. Ну, то есть, соответственно, как бы 10 таких барж должны были высаживать на один остров и 15 на другой. Причем, баржи, даже вот такие плоскодольные, могли доставить людей только до рифа, с южной стороны островов, потому что там рифы были пониже. Но, тем не менее, высота рифа вот в этом месте, она как бы, ну, до полуметра доходит, всего лишь глубина воды. И поэтому дальше баржи пройти не могли, а от рифа до береговой отмели и до пляжа, грубо говоря, да, американцы используют слово бич, пляж, было около 200 метров. И вот эти 200 метров японцы должны были пройти с оружием по пояс тире по грудь в воде. Учитывая тот факт, что разведку Медуэя током проводить было некогда и нечем, а гарнизон морской пехоты американской на острове имел дополнение к пяти большим пушкам, пятидюймовым, что-то было сорока пулеметов. Резонно предположить, что половину десантно, скажем так, высадочных, а американцы могли положить вот за эти 200 метров от рифа до выхода, до уреза воды. Вот. Ну, можно, конечно, производить высадку ночью, но американцы есть прожектора. По прожекторам можно стрелять, но сразу ты в них не попадешь. В общем, вот современные оценки говорят о том, что скорее всего первая попытка высадки на Медуэй завершилась бы японским провалом. Потому, что у американцев хватало сил вот таких просто артиллерийско-стрелковых для того, чтобы эту высадку тразить. Но японцы считали, что будет иначе. Будет по-японски. Да. И одновременно везли с собой... Быстрота и натиск. Да. На этих же 12 транспортах везли с собой 6 карликовых подводных лодок, 5 торпедных катеров маленьких, дизельных бензинов. Я могу сказать, извините, перебью, что любое прогнозирование, любая оценка в нынешних условиях она бессмысленна. Потому, что в реальной ситуации все решило бы качество личного состава. С одной стороны, понимаете, ну, вот у нас есть американцы, которые теоретически должны были бы отразить первую попытку высадки. И японцы, которые были уверены, что они возьмут Медуэй. И действительно, в этих условиях, я думаю, что все могло зависеть от каких-то мельчайших деталей ситуации. То есть, если бы нерасторопно действовал гарнизон на самом острове, то вполне возможно, что японцы действительно бы взяли его с первого раза, с первой попытки. Или наоборот, если бы гарнизон действовал идеально, как и должен был бы действовать в таких случаях, то возможно, японцев бы утопили и расстреляли. То есть, очень многое зависит именно от качества действия в конкретной ситуации. Согласен. Согласен, с этим не поспоришь. Могу только добавить, что с японской стороны части были подготовлены и обстреляны. Армейцы участвовали в китайских делах, а морская пехота, ну, там не все, но существенная часть этого отряда в свое время захватывала «Уэйк». Вот. И, ну, и американцы были, в общем, тоже обстреляны. И потом, это морская пехота США. Многие люди вообще в мире считают морскую пехоту США и тогда, и сейчас, в общем, ну, как бы, очень хорошо подготовлены, оснащенные и, самое главное, обладающие высоким боевым духом. Ну, и, собственно, сразу после захвата значит, острова надо было произвести какие-то ремонтные работы небольшие. На аэродром посадить каждый из авианосцев авианосного соединения вез еще дополнительные самолеты, истребители, вот эти зарознаменитые, шестой береговой авиагруппы, которые надо было посадить на захваченную полосу, чтобы там были уже хотя бы истребители. Вот. Все, по-моему, 21 самолет вместе, да, вот, взрыва, но летчики это авиагруппы, ну, далеко не все летали с авианосцев, они просто ехали там, ну, шли на авианосцах пассажирами. Вот. Значит, на каждом авианосце японском, ну, большой вопрос, сколько самолетов было на КАГО, на самом большом из тех, что участвовали, потому что на остальных было, на остальных трех было по 63, 18 истребителей, 18 разведчиков, пикировщиков, 18 торпедоносцев. Там были небольшие флуктуации в связи с тем, что на одном из этих кораблей находились два новых разведчика, которые вот еще не участвовали в боях, там прототипы пикирующих бомбардировщиков следующего поколения, но это не так важно. Вот. На КАГО, судя по всему, было больше, потому что там была очень большая торпедоносная эскадрилья, но опять-таки из 27 судя по всему самолетов торпедоносной эскадрильи только 18 экипажей имели опыт сброса торпед. 9 нет. То есть у японцев тоже были, вот тогда уже были заметны кое-какие кадровые проблемы. Хотя в общем-то большая часть, львиная доля, больше 90% летных экипажей вот этих 4 кораблей это были те же самые люди, которые атаковали Пилхарпор. В основном. Были, конечно, замены, там кто-то погиб, кто-то по каким-то причинам был отправлен куда-то, но у японцев не было практики выводить из линии опытных пилотов отправлять их готовить молодежь. Вот не было до конца войны. У американцев она была всегда, а у японцев ее не было. Но с другой стороны вот сейчас у Медуэ в бой шли действительно обстреляны во всех смыслах люди, знающие свое дело. Вот. Это вот японский подход. Как это там все им виделось. А потом ну как бы быстренько оснастить Медуэ всей этой фигней, которую они привезли с собой. А в середине месяца ну то есть это вот начало июня, а в середине месяца они планировали доставить нами до еще порядка десяти двухсот трехмиллиметровых орудий ну крейсерского типа, установить их в башнях на берегу и несколько береговых торпедных аппаратов, чтобы стрелять торпедами с берега. Вот даже такие планы были. Ну то есть если американцы вот Коралловый Атол пытались превратить в непотопляемый авианосец, то японцы превращали его вот в свое какое-нибудь анимешное чудо-оружие сразу. То есть там все должно быть. Все и еще чего-нибудь. То есть американцы в свое чудо-оружие, а японцы в свое. Ну береговые торпедные аппараты это в центре Тихого океана это ну может быть это бы и сработало. Ну кто знает. Сейчас уже никто не узнает. Вот. Вот примерно в таком состоянии движущиеся аккуратно японцы с северо-запада подходили авианосные силы. Они должны были начинать первыми. А дальше с запада и юго-запада вышедшие с Сайпа на соединение вторжения. Приманка так называемая но вообще это называлось главными силами вторжения. Там тоже два линкора четыре крейсера и еще один маленький авианосис.